Всем привет! Меня зовут Арина Балматкова. А меня Макар Таранда. И сегодня в рубрике Media Kitchen мы планируем вас сильно удивить. Мы что, будем готовить что-то необычное? Фуагра, тирамису? Арина разбежалась. Мы будем готовить сырники. Что? Сырники? Я их не особо люблю. И это вообще как-то скучно. Давай поспорим, что сегодня ты точно изменишь твое мнение. Это еще почему? Во-первых, готовить мы будем с экспертом по сырникам номер один во всем мире. Ну а дальше что? Во-вторых, делать мы это будем в настоящей кулинарной академии Китчен. Ну а в-третьих? Ну а в-третьих, у нас получится настоящий сырниковый букет. Ну что ж, давай тогда начинать. Давай. Ну что, привет, мои дорогие. Как вас звать-то хоть? Моя зовут Макар. Так. Меня зовут Арина. Отлично. Что мы сегодня будем готовить с вами? Сырниковый букет. А кто вам рассказал этот секрет? А? Окей, тогда будем приступать потихонечку к нашему творению под названием сырниковый букет. Шеф, а вы же не представились? Точно, голова пустая. Я Сергей Петраченко, шеф-повар, и мы сегодня с вами будем творить чудеса под названием сырниковый букет. Давайте уже начинать готовить. Давайте начинать готовить. И что же вы видите, мои хорошие, на столе? Мука. Мука. Волшебная мука. Яйца. Яйца, отлично. Помидорки. Ага. Огурчики. Творог. Огурчики. Капуста, отлично. Пекинская капуста. И что-то у нас еще тут затеряло. А что такое моцарелла? А это сыр такой, видите, в каких вот он, вот, какие у нас шарики, да? И вторую пачку тоже открываем, и мы уже плавно, видите, переходим к нашему приготовлению нашего шедевра. А вы сырники вообще любите, а? Я да. Так. Я да. Да? Арина, ты же говорила, что ты не любишь сырники. Ты испугалась, что шеф тебя накажет? Не, я просто забыла. Давай, макару, давай, мастер-класс. О, супер. Давай, давай. Вот. О, ну такой уж по-специалисту. Перемешиваем двумя ручками берем. Конечно, вот, ощущаем наш морок. А почему руками? Почему не ложкой? Потому что ручки наши должны чувствовать наш продукт. Еда любит, когда с ней разговаривать, и когда ее так красиво. Вот какой, с маленькими ручками. Для меня это антистресс. Антистресс? Да. Ну все, так только не засни, Ариночка, моя хорошая, хорошо? Так, я добавлю муки. И надо. Сырники, готовите дома? Мама, бабушки, папа готовят сырники? Рассказывайте. Мама, да. И я, и я. Давайте перемешивайте хорошо, чтобы мука у нас прямо растворилась с нашим творогом и превратилась в такую воздушную классную. А то один раз я блинчики готовила, так, для блинчиков. Надо мука. Понимаете, мы добавим соль в сырники. Вы когда-нибудь добавляли соль в сырники? Нет. Ну вот видите, сегодня у нас будет ваши ручки поставлю. Давайте, вот, хорошие. Ура! Сейчас немножко сахарку добавим, ладно, а то будут у нас, да, такие, так сказать. Кстати, а вы свои блюда сами придумаете или у кого-то подсматриваете? Хороший вопрос, кстати. Ты знаешь, я вообще не люблю копировать, так что я могу подсмотреть, но сделать по-своему. А вы можете сделать какой-то праздничный торт для моей собаки. Конечно, почему бы и нет. Я прилипла! Ну что, ручки помыли, моя хорошая? А тогда приступаем к нашим, так сказать, мини-сырничкам. Берем муку и посыпаем прям на доспо. Волшебная в расходе. Знаете, почему? Потому что она вот так рассыпается, а иногда и на нос может сыпануться. Смотрите, берем теперь вот такую вот шарики делаем. Берем и муку сюда обваливаем. Берите, мои хорошие. А сколько времени займет готовка сырника букета? Ну, смотря как будет творог себя вести, ну, около где-то 30 минут. Вы же понимаете, что готовка не может существовать без танцев и еды. Я по себе знаю. Да, видите, у нас форма уже типа кружочков есть, да? Типа, да? Типа, но есть. А сейчас будет у нас форма таких вот оладушек. Нет, мой хороший, они должны быть круглые. Вот такие. Вот круг выглядит вот так. Ну что, мои красавчики, сырники готовы у нас? Да. Как готовы? Не до конца, мне кажется, готовы. Смотрите, какие красивые формы придали им, да? Ну, они же сырые еще. Что мы должны с ними сделать? Обжали. Абсолютно верно. Наливаем масло. Это томаты черри называется. Такие, знаете? А резать надо будет их потом? Нет, резать мы не будем, потому что у нас букет будет именно целиковый. Такие у нас черри. И я еще, кстати, вам подготовил, пока вы там сырники формовали, вот такую вот красоту. Это как, что вы думаете, что это? Это будет заготовка. На что? На сырники. Букет. Букет. Ну, правильно, мы же букет готовим, моя хорошая, да? Здесь внутри не скажу, что. Угадайте, что внутри? Фольга. Так, а что снаружи? Мясо. У нас же сырниковый букет, там капуста. Поэтому мы делаем такую заготовочку для нашего будущего букета. Так, хорошо, черри готовы, еще у нас есть маслины. Маслины тоже как-то? Маслины так же, да, делаем так же. Только, наверное, по две маслинки давайте на зубочистку. А почему вы эксперт по сырникам номер один во всем мире? Как почему? Потому что я крутой. Сырники любят меня, а я их люблю. И поэтому у нас взаимная любовь на весь мир. Так, моя хорошая, нет, так не пойдет. Они же нежные у нас, так? Вот, смотри, как Макар. Сейчас он тебе даст лопаточку, и ты, по-моему, что? У нас получится букет красивый? А ты как думаешь? Конечно, у нас все должно получиться красиво. Мы же делаем с любовью, готовим, правильно? Все. Арина, ты решила попробовать сырник? Конечно, мы должны попробовать, так сказать, брокераж провести наших сырников, дегустанцию. Вкусно. Вкусно, неужели? Макар сказал, что это вкусно. Только всегда говорите правду. Я говорю правду. Все, отлично. Арина, тебе понравились сырники? Я еще только пробую. Тогда я заберу себе этот букет, если тебе сырники не понравились. Да, нормально. А ты говорила, что ты не любишь сырники, а сама уплетаешь за обе щеки. Я все наблюдаю сверху, понимаешь? А мы уже заканчиваем, что ли? Ну, конечно, ну, видишь, остались сырники, да и все. И будем уплетать. Ага, ты думала, все так легко тебе будет. Ну что, сырники, поехали. Красота нелепая. Неземная. Может, лишних съесть? Лишних не будет. Все идет в букет. А для чего мы нарезаем пергамент? Ну, смотри, в букете же что? Главное, цветы и... Ну, вот цветы. У нас получилась вот такая вот сырниковая красота. Арина, тебя удалось хоть немного удивить? Да, букет получился очень красивый и сырники получились очень вкусными. Готовли мы сегодня с шеф-поваром Сергеем Петриченко. А делали мы это в Академии Китчен. Абсолютно верно. Это клевая Академия. Кстати, вы можете на 1 сентября подарить вот такой обалденный букет. Не обязательно покупать живые цветы, а можно приготовить своими руками. И такую красоту вы можете увидеть в моем профиле. Шеф Петриченко. Подписывайтесь. И всем хорошего дня. Мои хорошие, с вами готовый шеф-повар Сергей Петриченко. Макар Таранда и Арина Балматкова. Всем пока! И приятного аппетита! Ура!